всем доброе утро всем доброе субботнее утро надеюсь я вас с утра заряжу отличным настроением и и заряжу вас на то чтобы быть красивыми уже с утра вот как я всем доброе доброе утро мои дорогие нарядилась так скажу честно для прямого эфира чтобы порадовать вас с утра и чтобы поднять вам настроение которое я думаю у вас такой же замечательная как и у меня но вы даете с утра уже такая красотка конечно могу себе позволить быть такой красоткой и с утра и вечером и даже ночью всем доброе утро рада всех приветствовать своем прямом эфире хочу поговорить вернее показать потому что очень много ко мне вопросов к моей персоне по поводу декоративной косметики я сейчас вот при мейке я сейчас при прическе честно скажу что прическа это у меня держится по два по три дня вот вчера я ее с утра сделала ночью прекрасно спала не сидя абсолютно то есть сплю я то на одном боку том другом то на спине то есть я ночью переворачиваюсь но с такой прической делаю это более аккуратно и вот сегодня утром стало прошлась немного лаком по челке и вот буду сегодня целый день с такой прической блистать блистать и перед домашними но и самое главное перед собой так но что я думаю что сейчас у нас в эфире людей прибавится давайте подождем пока еще все проснуться в эфир вот к сожалению выхожу без предупреждения но так получается потому что скорее всего вечером мы уедем на тусовочку на одну вот погода стоит просто шикарная просто шикарные поэтому боюсь что у меня вечером вот не будет возможности с вами побыть в эфире и ответить на ваши вопросы а я здесь вот подобрала скажу честно давайте кто не видел моей квартиры могу в принципе свою квартиру вот прям немного продемонстрировать вот буквально допустим а таким вот образом выглядит зал часть зала таким образом здесь вот выход у нас коридор вот это вот вот великолепнейший люстра у нас их две одна более короткая висит вот в одной части зала другая более длинная висит в другой вот с этой стороны у меня телевизор вот с этой стороны у нас телевизор сейчас покажу просто не все мои подписчики до видели мою квартиру потому что ее как-то показывала но это был уже достаточно давно так ой какая классная с утра да такая вот я и с утра тоже в юбке до в юбке нет карманов готова ответить на ваши вопросы и вот как я уже сказала я тут подготовила кое-что кстати подготовила значит кое-что из средств декоративной косметики и вот сейчас вам покажу новое средство которое я купила который я купила это средство сыворотка для лица шизей да легкая сейчас вот я и пользуюсь буквально дня три как в принципе нам не нравится по текстуре очень я довольна вот этим вот приобретением и еще куплю себе крем для области вокруг глаз вот мне посоветовал косметолог кстати по поводу микротоков по поводу микротоков он кто следит за моим аккаунтом вы знаете что я сейчас начала делать процедуру микротоковая терапия кожи лица слушайте я вот сегодня уже сделала я четыре процедуры я сегодня заметила результат знать какой у меня стало свежее лицо и у меня ушло практически где-то на 50 процентов у меня высветлилась пигментное пятно который у меня вот здесь вот так что то есть выводы пока только положительные то есть кто не знаком с этой процедурой вот рекомендую попробовать я думаю что вы останетесь довольны вообще процедуру же по моему лет 70 или 100 распространена как в мире поэтому я все-таки рекомендую кто не знает изучить вопрос и поделать но я сейчас вот перемещаю сюда да то есть сыворотка шизей да вот это вот мне понравилась такая легкая текстура и в принципе достаточно комфортно так вы еще меня спрашиваете что что за помада что за помада у меня на смотрите какие кисточки просто необыкновенные кисточки что за помада у меня на губах сейчас все расскажу почитаю вопросы что там еще какие-то если есть ко мне вопросы сейчас будем тогда на эти вопросы отвечать спасибо и вам тоже хорошего настроения спасибо спасибо очень приятно по поводу кисточек смотрите какие красивые кисточки то есть если кто хочет сделать очень красивый дизайн интерьера на своем столике туалетном девочки до или в ванной комнате вот эти кисточки вообще и замечательной по внешнему виду и очень они знаете комфортная сама текстура кисти очень очень комфортно прям прелесть это h&m h&m вот такие кисти продаются их в наборе три штуки и смотрите что я делаю то есть я вот себе буквально недавно приобрела вот такую палетку dior и недавно но и вернее как когда недавно приобрела эти кисти и вот в принципе вот такой скошенной кисточкой очень удобно наносить здесь вот четыре штучки это хайлайтеры и очень удобно нас наносить вот этой кисточкой чуть-чуть вот на сюда на область можно сказать яблочек на щечках вот такой вот хайлайтер розового цвета а светлым или светло-коричневым я пользуюсь при нанесении вот во внутренний уголок глаза вот таких вот высветляющих теней но назовем это все-таки хайлайтер это палетка dior я думаю что даже уверен что мне хватит наверное лет на десять как потому что очень экономно экономно она используется экономичное в использовании вот и принципе я хайлайтером пользуюсь ну достаточно редко и очень очень мало так еще что хочу сказать смотрите еще есть у меня вот такая вот пудра пудра прям вот прозрачная вот вроде бы она как называется ее кто занимается профессиональным майкапом называют рисовая вроде бы как пудра посмотрите вот такая вот текстура типа талька вот текстура типа талька прямо сейчас я открыла и у меня даже вот так пары прямо пошли от баночки то есть она но вот прям тальк тальк но этой кистью очень вернее этой пудрой очень хорошо прям ее нужно минимум очень хорошо обрабатывать зоны зона на лице вот т-зону и лоб вот соответственно у меня очень так жирнится в течение дня то есть можно чуть-чуть вот так вот припудривать использую используя это средство если вы не хотите вообще плотная плотный вид лица если как после обычной пудры и тем более обычная пудра бы она все таки придает цвет то есть она обычно или телесного ну боль короче я запуталась более плотная текстура обычной пудры нежели у вот у этой и соответственно оттенку лица эта пудра вообще оттенок никакой на лице не придает то есть у меня есть пудра рассыпчатые от шанель 1 такая с розовинкой мне не нравится когда мне розовинка на лице мне нравится цвет загара другая с цветом загара но она не всегда подходит за того что вот сейчас в зиме вот в такой в осенний период лицо достаточно светлая и если я пользуюсь такой темной пудрой у меня получается как пятна на лице так по поводу по поводу помад по поводу помад вот вы меня спрашивали что вообще последнее время какая у меня помада на губах смотрите вот у меня вот такая помада худо бьюти последнее время на губах потому что я мне очень нравится пользоваться матовыми помадами очень нравится пользоваться они мне не дают никакой липкости меня это липкость раздражает который есть от блесков они достаточно долго держатся на губах они не расплываются не разъезжаются вот эта помада от худо бьюти вообще потрясающая что-то стоит она 2 700 потрясающий по текстуре потрясающий по цвету но мне она не понравилась тем что посмотрите во что она превратилась она просто превратилась в какашку то есть я ее не роняла я ей аккуратно вообще принципе пользовалась и она сломалась но ничего страшного если у вас есть такая проблема то есть можно воспользоваться просто кисточку на час не принесла можно воспользоваться обычной кистью достаточно такой плотной тоненькой и вот этой кисточкой зачерпывать средства и наносить на губы сейчас у меня эта помада на губах тон не знаю какой если сделаете screen можете увеличить и увидеть какой этот он но мне сверху еще нанесен сейчас блеск на губы худо бьюти покупали в москве в магазине сифара еще что мне нравится какие мне нравятся помады вот я сейчас держала в руках вот это вот это make up forever вот это вот блеск не назовем ее помадой а назовем ее блеском тон какой-то он какой-то он опять же я не вижу тона нигде он тут не написан это из набора на нюдовых оттенков покупала я выль дебаты это make up forever там несколько таких очень нежных красивых оттенков я думаю что вам все таки нужно попробовать но вот данный данный блеск он в принципе достаточно комфортно и не липнет он таким вот орыса выглядит на губах тоже мне очень нравится как он смотрится но так как я сказал что все таки предпочитаю матовые помады за того что они не липнут и не разъезжаются но вот это могу воспользоваться буквально на час то есть через час я уже прям стираю губы раздражает но губы питают еще классные классные вообще просто суперский я фанат вот этих вот и матовые они есть вот у меня тут написано мат есть они и глянцевые это как она за поезе то есть это помады вот и вот в таких вот вот в штучках в таких тубах с вот такой вот пуховочкой они продаются в золотом яблоке стоит порядка тысяч рублей и я вот это же очень часто пользуюсь вот такой помадой поезе мне больше нравятся матовые так ну что посмотрим что там дальше а я сейчас пока попью воды что вы мне там дальше пишите а а как вы сохраняете укладку так минуточку нужно одеть очки потому что сейчас мне будет трудно читать трудно читать вопросы как вы сохраняете укладку на следующий день я вот только сейчас буквально рассказала как я это все делаю не как я просто ложусь спать сплю как обычно но наверное более аккуратным то есть я уже не ворочаюсь там вот вот так вот как я обычно это делаю то есть и на животе я не сплю то есть это на боку или вот так кого на спине укладка как вы видите вообще не пострадала и соответственно я знаю что я могу еще с этой укладкой и завтрашний день проходить то есть настолько мне все комфортно делают голова абсолютно не болит то есть все закреплено таким образом что мне очень комфортно так дальше погнали буду отвечать на вопрос как и обещала прическа клёвая да спасибо большое здравствуйте да здравствуйте всем привет всем привет рожа красная так что не совсем красотка дороже красная ну хорошо что не синяя пусть будет красная так очень красивое платье у меня не платье у меня это юбка юбка елизабетта франки это одна из моих любимых марок производителей одежды лизабет франки итальянский дизайнер одежды юбку покупала достаточно давно то есть ее это прошло прошло прошлогодняя коллекция и нам не боди такие боди кстати это вы мне посоветовали мои дорогие подписчики приобрести вот это боди телесного цвета это магазин инканта там я еще купила в черном цвете она очень увеличивает грудь вот это вот будет смотреть сейчас я продемонстрирую как выглядит грудь вот в этом воде то есть это прям бомба мне очень нравится как это все смотрится у этого воде отстегиваются бретели то есть их можно убрать тут они на крючках держатся вот и очень комфортная ткань очень комфортная ткань и как я уже сказала это магазин инканта и также можно там в этом магазине приобрести это боди в черном цвете так что прям рекомендую и большое спасибо вам за рекомендацию к покупке то есть вы мне написали я пошла посмотрела что это за боди и мне очень она понравилась вот то есть подходит вообще под под любые под джинсы и под пиджак под шорты вот я сейчас это надела с юбкой и смотрится вообще прям супер так гоним дальше да всем привет добрая добрая украшение это александр титков украшение так как же вас жизнь обидела чтобы назвать лицо незнакомой женщины чей эфир вы смотрите рожей ой вы смотрите честно скажу честно скажу мне очень не жаль а мне очень обидно за тех людей которые хотят продвигать продвигать свой инстаграм и бояться вот таких вот идиотов которые пишут с левых страниц как обычно ли закрытых аккаунтов боятся вот такой вот реакции боятся что напишут какую-то гадость и люди боясь вот непонятно вообще кого не развивают свой аккаунт который и нужен именно для продвижения допустим каких-то товаров услуг они боятся то есть я у меня как вы видите в аккаунте достаточно очень много рекламы то есть люди заказывают у меня рекламу люди довольны моей работой до люди довольны отдачей от рекламируемого своего там товара моем аккаунте да и соответственно вот я со многими заказчиками разговариваю а почему вы почему вы не развиваете сами свой аккаунт ты же красотка но почему ты не показываешь там одежду на себе почему ты себя не показываешь прямом эфире вот допустим девушка которая продает шубы пальто пуховики она очень симпатично она красиво одевается она стройная я бы почему ты когда-то ведешь прямой эфир ты почему не примеряешь эти же там шубы наряда на себя она готова нет я не хочу показываться я себе не нравлюсь и еще скорее всего она боится вот реакции своих завистников вот и все и это очень мешает в работе и вот это очень мешает продвижение допустим своих услуг или товара как я уже сказала что люди боятся вот мне честно говоря наплевать даже я приветствую если мне начинают в комментариях писать какие-то гадости а я честно скажу даже вступаю в переписку не для того что мне вот это вот интересно там что-то с кем-то поспорить кому-то что-то доказать а для того просто чтобы мой пост был более смотрибельным более читабельным о то есть люди заходят у а там комментария там калачева написали что она старая проститутка вот ходит там по гостиницам сиськи силиконовый живот весь там блин отрезанный перерезанный рожа вся переделана и вот она такая раз такая и то есть там уже пошла 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 перепалкой людям интересно они заходят комментируют смотрят то есть соответственно много комментариев много лайков много пересылок то есть хорошая статистика и соответственно это супер это супер и поэтому то что опять же может быть это девушка я там не знаю или кто там парень сейчас вот мне написал что рожа у меня красная хорошо что не синяя может быть но это ее такое мнение у него может там старый-старый телефон и телефон искажает и показывать что у меня красная рожа и она написала на самом деле может быть то что у нее там есть телефоне фиг его знают то есть я как-то вообще абсолютно сейчас сейчас я абсолютно спокойно на такие вот выпады в свой адрес потому что мне честно горячим пофигу вот вчера вот я сегодня выставила вернее вчера я выставила в истории к себе stories значит переписку что-то зашла и вроде как молодой человек но посыл идет как от женщины что ой оделась не по возрасту вот вчера я была в наряде юбка в горох и укороченный топ оделась не по возрасту это не очень и все честно грым няча насрать вот насрать на то кто что думает по поводу вообще моего возраста моего стиля моего вкуса вот вообще просто потому что я знаю я в себе уверена я знаю что у меня очень неплохой вкус и в одежде и вот в дизайне интерьера я тоже в принципе соображаю и вот вы видите мою квартиру конечно нам помогал дизайнер пространство все вот это вот разграничить но и моя той же доля участия была в подборе тех же обоев тех же там той же мебели поэтому то есть я знаю что вкус у меня отличный отличный и вот субъективное мнение какого-то незнакомого человека который судит мой возраст потому что я сама его озвучиваю что мне 48 лет я озвучиваю свой возраст он не пишет или она о и не по возрасту слушайте если кто не знает мой возраст мне никто никогда в жизни не даст что мне 48 то есть нас есть обещал сказал что мне 35 или 37 да вот на этот возраст я и выгляжу то значит тогда человек бы ничего не написал до плохого но сам факт что хочу закончить мысль а мне абсолютно фиолетово я не реагирую уже вообще вот на разные выпадки людей выпады людей которые пишут вообще с левых нулевых страниц мне без разницы и наоборот я радуюсь что такие люди есть что они пишут что они реагируют тем самым поднимая мою статистику поэтому всем hello всем здравствуйте всем желаю всего самого-самого-самого отлично вам так дальше идем дальше читаю вопросы а то скажу что же ты на вопрос то и не отвечать и люстра классная до украшение красивое спасибо единственный блогер кого я смотрю в последнее время спасибо куда вы так нарядились с утра слушайте я нарядилась с утра для того чтобы выйти с вами в прямой эфир мои дорогие я же не могу позволить себе выходить в эфир и поэтому я выхожу в них редко вот ну так это но в каком-то грязном халате без укладки то есть вот мне нравится такой стиль который сейчас у меня хочу немного разбавить может быть у кого-то серые будни и он на посмотрев мой прямой эфир скажет о слушайте ведь может же баба блин может же женщина вот так вот себе позволить выглядеть а я чем хуже а я чем хуже и я хочу может быть кого-то я замотивирую следить больше за своей фигурой замотивирую заниматься собой развиваться поэтому я хочу вот выходить в эфир и такая красивая да в реальной жизни дома с утра я конечно же так не хожу после того как я проснулся я могу и с пучком на голове без косметики подойти к столу позавтракать и муж может быть и думать блин боже мой вот это страшило вот но по большей части я все равно люблю себя и привожу себя в порядок ну вот допустим после завтрака перед работой то есть из дома я всегда стараюсь выходить красивой вот за то что вы смотрите меня как единственно блогер кого приятно смотреть вот вы мне сейчас пишите большое вам спасибо честно скажу я хочу развивать свой аккаунт я хочу работать в инстаграм да мне нравится этот сам процесс и конечно мне было очень неприятно что вот допустим одна подписчица который мне писала там какие-то советы давала ну там свое мнение высказывала в принципе я сделаю что человеку нечем заняться что немного свободного времени естественно я с ней там вступала в короткие переписки и вот она мне недавно я тоже выставляла это послание она мне пишет что аккаунт стал неинтересен значит я не хожу вообще по тем местам что ты рекламируешь так я рекламирую вообще все места в городе саратове все абсолютно которые делают делают классные самые классные услуги и продают самую классную одежду либо косметику то есть если ты так говоришь фу я не хожу по тем местам которые ты рекламируешь так мне просто интересно куда ты тогда вообще ходишь ты знаешь вообще никуда не ходишь потому что у меня заказывают рекламу весь саратов и только уже и москва заказывает поэтому мне вот это вот смешно фу аккаунт стал тухлым неинтересно одна реклама одна то и сё ну нет я сейчас буду работать с местным клоуном чтобы вот веселить тухлых куриц до которым не хрен делать и буду вот здесь вот это вот исполнять не имея никакого дохода от своей страницы но это был вообще маразм и кстати вот вы многие спрашиваете сейчас мне шлете в директ сообщение с вопросом а куда делся володя а куда делся володя почему нет володя но смотрите володя володя во первых чтобы он развивал свою страницу володю пихаю я по большей части то есть игру володь но у тебя там много подписчиков пусть твоя страница будет запасным аэродромом до типа как 2 аккаунт наш но развивает что туда пуля вот он начал добрый утро добрый утро начал да но все равно на это нужно и настроение да нужно время чтобы там что-то выкладывать а сейчас володе конечно занят у него сейчас очень много работы он мне помогает вести мой аккаунт он разбирать делик скажу вам честно да то есть он все равно 90 процентов директор разгребает мой володя отвечает он от моего имени но отвечает володя раскрою вам еще раз эту тайну этот этот секрет и сам сам факт что что-то он под запустил аккаунт хотя я ему горьбов я буду твой вот аккаунт в инсте принца и еще самое главное что он не приносит ему дохода он не умеет то есть его приглашали на рекламу рекламировать там что-то но во первых он назначает какие-то заоблачные цены за свои услуги во вторых он не умеет он не умеет рассказывать про товар он не умеет сделать красивую подачу товара да то есть с рекламу его не получается не получилось то есть это все равно нужно в себе имеет талант именно что-то отрекламировать нужно красивое лицо нужно красивая фигура нужен какой-то эпатаж вот и соответственно то есть володи вот так он не приносит вообще никакого дохода какой приносит мой моя страница нашей семье да мне а вот плюс то есть на это нужно тратить время что я и делаю и сам факт что я говорю просто так вот эти кульбиты исполнять не имеет дохода конечно я не буду это что вот девушка мне год ой аккаунт стал не интересен ну извините тогда то есть что я могу сказать но отписывайтесь то есть я все равно по максимуму стараюсь сделать свой аккаунт интересен и интересным я стараюсь по максимуму поддержать тех подписчиков которые у меня уже давно по максимуму заинтересовать новых вот поэтому такая вот и нарядная в эфирах конечно же я делюсь делюсь своими какими-то секретами красоты по возможности вот меня еще тут очень многие просят и показать в эфире как я делаю пучок я обещала еще позавчера говоря обязательно покажу но блин вот хожу сейчас прическа сейчас вот но никак не похожу не покажу то есть все я буду конечно же демонстрировать то есть у вас запросы у меня ответы но не всегда они вот сразу то есть как только я буду делать пучок тогда обязательно я запишу истории или выйду в прямой эфир буду показывать как можно сделать пучок а может быть даже еще сделаю лучше я пойду так мог когда к мастеру делать укладку я попрошу чтобы мне сделали пучок и вы посмотрите как это уже можно сделать на профессиональном уровне вот вот так вот и мы наверное таким образом и поступим юля выдохнет я волнуюсь имея столько денег надо еще постараться плохо выглядеть поэтому ничего удивительного слушайте вот интересный вопрос имея столько денег откуда вы знаете во первых сколько у меня денег вот откуда вы знаете какие мои доходы и какие мои расходы вы чего решили что у меня дофига денег раз второе я знаю огромное количество женщин огромное количество женщин которые денег имеют больше чем я в разы вообще в сотни раз выглядят отвратительно из-за того что они просто лентяй имея столько денег имея много денег можно не имеет здоровья не забывайте тоже об этом и если вы не имеете здоровья то допустим пластика вам уже не светит ну имея много денег можно не иметь никакого знаете такого как у меня наверное так это рисковать не уметь идти на риск то есть хорошо выглядеть не спорю лицо это пластическая хирургия но если бы я была жирная если у меня такая была рожа поверьте мне ни одна пластическая хирург не сделал бы мне красивое лицо который я имею сейчас причем тут деньги и причем здесь хорошо выглядеть можно иметь деньги не иметь вкуса абсолютно и одеваться вообще просто как колхозница или большинство жалеют тратить деньги на себя жалеют а вообще даже имея небольшой доход имея небольшие деньги вообще в своем бюджете можно выглядеть вообще шикарно на 100 баллов можно выглядеть это абонемент в тренажерный зал пожалуйста это минимум косметики вернее минимум затрат на косметику просто надеть найти бюджетные варианты я лично перешла на косметику который стоит достаточно недорого и честно скажу что вот совсем недавно только себе смогла позволить купить вот такой хайлайтер от dior это это я считаю благство потому что можно купить и очень достойным может даже и лучше хайлайтер в других более демократичных марок можно одеваться в биржке у меня юлечка сноха моя дочка любимая купил костюм то есть она посмотрела на какую-то звезду увидел на ней костюм серый выяснил что это костюм от биржки пошла в биржку купила себе костюм я там не знаю сколько он стоит но порядка может там 2000 может 3000 спортивный такой рваный так ё-моё она вообще супер красотка и все запарили спрашивать ты где брала это костюм от что за костюм то есть выглядит вообще супер то есть можно купить и за 100000 тот же костюм и извините он не будет на вас смотреться если у вас там не позволяет фигура и соответственно вы не умеете его преподносить вы не умеете себя нести в какой-то одежде не знаю этот вы знаете такой спорный вопрос и опять хочу сказать что это именно отговорки для лентяев у меня столько денег поэтому она так и выглядит а вот хрен там это абсолютно не зависит от дохода я отлично и выглядела и когда мне было 18 лет и отлично я выглядела когда мне было 30 лет потому что я хотела этого я хотела хорошо выглядеть и мне нравится когда на меня обращают внимание вот и все поэтому я всегда стремилась к этому сейчас я достигла пика потому что я работала над этим как вам не надоело каждый день работать но вы знаете как мне не надоело каждый день работать а вам знакомо то что работа может приносить удовольствие вот понимаете это есть очень высший пилотаж когда вы достигли такого уровня что ваша работа вам приносит охеренный доход и еще вы получаете от этой работы удовольствие вот вот этого наконец-то я достигла я достигла в свои 48 лет я работаю получаю удовольствие от работы и еще офигенский доход честно говоря я волнуюсь бедный ваш муж он вообще вас не видит нет а вот сейчас он сидит и наблюдает за мной со стороны мой красивый муж и он получает удовольствие и от моего внешнего вида и от того как я веду прямой эфир бедный мой муж у меня совсем не видит хорошо что вас видит ваш муж или вы его видите вот это супер а за меня переживать не надо мне все прекрасно прекрасно так зачем вы стали так много работать у вас же есть доход так слушайте будет дохода еще больше представляете будет еще больше так кому это интересно так я сейчас наверное вот это вот у ерет 16 наверное я ее с ней распрощаюсь так она пишет вообще не по делу так добрый день вы молодец наша звездочка города спасибо юль красивой с утра не интересно отпишитесь согласно доброе утро хорошего дня вы куда такая красивая в эфир спасибо мне кстати сейчас еще будет эфира в аккаунте марафон стройности вот в 11 по саратов 10 по москве нельзя здесь ставить лайки на комменты сусти я вообще честно говоря не знаю как вообще в прямом эфире вообще себя вести честно вам скажу очки класс спасибо кла вот это да а так и не скажешь что юбка с боди да так вы делали грудь это останется между нами но красотка же украшение шик спасибо главное с юмором все окей у меня меня толсто толсто рожей обозвали очки бомбы спасибо юль умница не слушайте никого вы очень красивый ним боитесь выходить без фильтров вы знаете скажу так честно да когда я вообще себе нравлюсь сегодня я вообще бомба сегодня звезды сошлись поэтому вышел от прямой эфир без фильтров абсолютно и вообще стараюсь все-таки выходить в эфир без фильтров почему потому что что-то сделала как-то я для себя вывод что когда я выхожу с фильтром у меня с эфиром жопушка происходит наверное там что-то накладывается и короче эфир сбивается раз во вторых зачем дурить людей выходя через фильтры то есть и показывать свое вернее не свое лицо в stories я могу выйти с фильтрами мне нравится пользоваться там определенными но чтобы быть допустим там еще красивее а кстати многие еще пишут что ты этими фильтрами вот уродуешь у меня дома прекрасный свет мне вот муж заказал лампу кстати я вас обманула лампа которую мне заказал он до 5000 нет она не 5000 казалось стоит а вот сейчас начал опять приостановленная за слабого сигнала связи вот это что за бред ой слушайте давайте наверное это эфир то я этот сохраню пока не поздно все давайте я сейчас сохраню иначе будет жопа чтобы он у меня висел висел